Инородное в теле. К чему приводят попытки усовершенствовать внешность? Инородное в теле. К чему приводят попытки усовершенствовать внешность? 8 часов 26 ноября 2019 года. Обновлено. 8.12.26 ноября 2019 года. CC by 2.0. Gandra et al. Бицепс левой руки перед операцией. CC by 2.0. Gandra et al. Москва, 26 ноярия новости. Татьяна Пичугина. На днях инстаграм-блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки Базуки, сделали первую операцию по удалению вазелина из бицепсов. Молодой человек многократно закачивал его, чтобы руки визуально казались больше. Со временем это вызвало воспаление. Почему подобные инъекции опасны в материале Риа Новости? Опасная смазка мышц. Вазелин в бицепсах Терешина произвел сенсацию. Поклонники блогера, который, кстати, сам себя называет фриком, ожидали услышать про синтел. Это вещество, используемое бодибилдерами для накачки мышц, изобрели в середине 1990-х в Германии как дешевый заменитель парафина и вазелина, от которых пластические хирурги давно отказались из-за множества осложнений. Синтелл, представляющий собой смесь косметических масел с добавлением лидокаина и спирта, среди бодибилдеров очень популярен. Однако в научной литературе описано немало случаев, когда его применение привело к тяжелым последствиям для здоровья. Речь идет о постоянной деформации мышц, местных воспалениях, жировой эмболии, закупорке кровеносных сосудов и даже инфаркте. 10 декабря 2017 года, 8 часов. Мальчики из синтола, девочки из вазелина. Как россияне уродуют себя? Так, в 2012 году к медикам университетской клиники Марбурга, Германия, обратился 29-летний бодибилдер с жалобами на боли и деформацию в плечевых мышцах. 4 года назад он сделал 16 инъекций синтола в бицепсе у какого-то знакомого без лицензии врача. Со временем руки начали болеть, пришлось прекратить тренировки. МРТ показало многочисленные повреждения в тканях, вызванные маслом, нарастание фиброзной ткани, воспаление. По сути, мышцы превратились в один большой шрам. Все это удаляли хирургически. Еще пример. В госпиталь Святого Креста в Майами, США, скорая доставила 44-летнего мужчину. Ему было трудно дышать, бросало то в жар, то в холод. Выяснилось, что всего 4 часа назад он сделал инъекцию синтола в оба бицепса. Рентген выявил воспаление легких. После лечения антибиотиками пациента выписали домой. Осложнение такого рода стало новостью для ученых. CC by 2.0 Gandra et al. Так выглядит разрушение мышечной ткани, замещение соединительной ткани, капли инородного жира под микроскопом. CC by 2.0 Gandra et al. Так выглядит разрушение мышечной ткани, замещение соединительной ткани, капли инородного жира под микроскопом. Так ли безвредна гиалуронка? Инъекции под кожу для улучшения фигуры или внешнего вида широко распространены в мире. Но неприятных последствий все больше. За 10 лет ученые из США насчитали 3782 осложнения, связанных с кожными филерами-наполнителями. Почти половина приходится на гиалуроновую кислоту. За 40% несет ответственность полилактит, 15% дают гидроксилапатит и кальция и менее 1% акриловая смола. Типичное осложнение узлы и опухоли, инфекции, аллергии, ишемические болезни. Иногда аутоиммунные заболевания, нарушение зрения, инсульт. Гиалуроновая кислота вырабатывается в организме животных, из нее состоит межклеточный матрикс многих тканей. Она считается безвредной, биосовместимой с организмом человека и активно применяется в медицине и косметологии. Через полгода после инъекции это вещество деградирует без следа, в отличие от синтетических филеров, таких как гидроксилапатит и кальция или силикон. Инъекции гиалуроновой кислоты под кожу для разлаживания морщин. Немало неприятностей связано с использованием гиалуроновой кислоты для увеличения мужского полового органа. Эта процедура популярна в Юго-Восточной Азии, а с недавнего времени в некоторых странах Восточной Европы как альтернатива хирургическому вмешательству. Медики из Южной Кореи отмечают, что большинство проблем возникает из-за неправильного выбора исходного материала, врачебных ошибок. Выпущено несколько предупреждений о рисках, связанных с данной процедурой. Ученые из Университета ТОХа в Японии приводят в пример 35-летнего пациента, который 10 лет назад сделал обрезание и сразу инъекцию гиалуроновой кислоты в половой орган. Вскоре на месте укола образовался узел, который удалили в клинике, но через два года он появился снова. Авторы статьи пишут, что такого рода осложнение наблюдается не более чем у 0,42% прошедших процедуру. Отложенные эффекты возможны из-за реакции некоторых людей на гиалуроновую кислоту, полученную микробиологическим способом или из птиц. 12 марта, 08.00 Реанаука. Запад решил защитить женщин от обрезания. Чем опасен пережиток прошлого? Протезы и рак. В 1997 году у женщины с грудными имплантатами впервые диагностировали анапластическую крупноклеточную лимфому особый вид рака лимфатической системы. Хотя заболевание очень редкое, не более чем у 0,3% пациента на 100 тысяч, в США распространили предупреждение о том, что грудные имплантаты могут вызывать лимфому. В 2016 году этот вид риска признала ВОЗ. В недавней публикации ученые из клиники в Пьеченто и Пармского университета, Италия, сообщают о 75-летней женщине, которая обратилась с жалобами на боль в левой груди и воспаление. С 2001 года у нее силиконовый грудной имплантат. УЗИ показала на границе с протезом твердое образование размером 46 на 39 мм. Микроскопическое исследование выявило характерные для анапластической крупноклеточной лимфомоизменения. Протез изъяли. Пациентку отправили на радиотерапию. 15 сентября, 08.00 РИА НАУКА Проверка узлов. Как лечат один из самых коварных видов рака.